Дорогие соотечественники Предметы из прошлого С неожиданным назначением Здравия достойным В современной истории Имеется очень много предметов Над происхождением которых Сейчас не задумывается никто Но совсем недавно Чуть более 100 лет назад Они имели по-видимому Совсем другое назначение Просто в силу Сложившихся обстоятельств Это значение было утрачено Или даже искусственно сокрыто Рассмотрим это на простом примере Перед вами набор музыкальных инструментов На гравюре 19 века Крайние левый и правый Вопросов не вызывают Они распространены практически По всей Евразии Посередине между ними смычок Тоже инструмент вполне понятный Но второй и четвертый Инструменты слегка Вводят в мысли Что это забалалайка в два струна Ну вспоминается советский анекдот Про азиата Который стал хозяином Вся страна Ну раз анекдот про азиата То инструмент надо искать в Азии Собственно искать его долго не пришлось Это есть кеманча Которая считается Одним из древнейших Музыкальных инструментов Я конечно не эксперт В области музыки и инструментов Поэтому прошу не ругать Если где-то я ошибусь Когда-то в институте На экзамене по высшей математике Выводил дифференциальное уравнение Колебаний струны Вывел Но с трудом Слишком там было все замудрено А сейчас не помню из него Практически ничего И после этого уравнения Какое-то время думал Что и для чего В струнных инструментах предназначено Дека Она же резонатор Служит для усиления Акустических колебаний Это понятно Гриф служит для игры То есть для изменения Эффективной длины струн Пальцами музыканта При этом меняется тональность звука При возмущении струн Это тоже понятно А для чего нужны Набалдашники Короткие и толстые вверху И длинные узкие внизу В распространенных цифровых источниках Такой информации нет Но поскольку инструмент смычковый В плечо его как скрипку Не упереть Это очевидно Значит длинным узким концом Инструмент опирался Либо на землю Либо на ноги музыканта Принимая во внимание Что вся наша условная древность Была сосредоточена В 18-19 веках Написано эту тему Уже очень много И многими То есть все основания считать Что настоящая кеманча Именно так и выглядела Поскольку в конструкциях Абсолютно всех музыкальных инструментов Никогда не содержится ничего лишнего Вывод только один Верхний и нижний набалдашники Тоже имели свой функционал А последний не обязательно Служил только для опирания инструмента Как всегда этот функционал Выдает форма данных набалдашников А на что они похожи Это верхний набалдашник Отличается ну может быть только размером И такая форма очень универсальна Такие вазы можно встретить В самых неожиданных местах На этом фото перила И это явно частный случай А это нижний Тоже отличается размером И повернут на 180 градусов Давайте теперь разберем По отдельности каждый из них Ну начнем с верхнего Как видно он установлен на перилах Наверное специально Чтобы в 19 веке По ним не катались дети Да? Ну как-то слишком сложно Для такого назначения И разновидностей Таких набалдашников Было очень много Вариантов художественного исполнения Много Но почему-то ставят их На концах перил И видно что во многих случаях Материал их изготовления Отличается от материала конструкции На которую его монтируют Есть даже случаи Когда такие набалдашники Из металла Ставят на каменные Полимерно-бетонные конструкции Например как здесь А для чего? Тут уж явно не для того Чтобы перила было Удобнее схватить рукой Очевидно что Между набалдашником И самой конструкцией Существует металлосвязь Которая присутствует В скрытом виде Даже на каменных конструкциях Эта металлосвязь Является Общей для всего Каркаса здания А что этот набалдашник Вообще представляет Из себя Тут он даже стоит там Где исключается Механическая прочность Перил Ничего не напоминает О спорт ты Что мир да О спорт ты мир Ну конечно же Спортивный кубок Только сейчас Это преподносят Как традицию Типа С доставшуюся вам От рыцарских сражений Как приз победителю Может это конечно же И так Но скорее всего Официальная история Опять что-то там Где-то не договаривает Судя по многообразию Спортивных кубков Сохранившихся С не совсем глубокой старины Наливали в них Не только вино Представьте Как можно пить вино Из подобного шедевра Это напоминает Сказку про лису и журавля Но опять все встает На свои места Если подобный кубок Был одной из деталей Крыши старинных сооружений Какие описаны Во многих статьях Ну и с этой же целью Кубки ставили Не только на крыше Но и на перила лестниц Стоп Начинаем думать А точнее вспоминать Основы словообразования В языках Индоромановской группы Как известно В проязыке Все слова были одинаковые Но в процессе эволюции Слова могли измениться У различных народов По-разному Но всегда и везде Выдает общность Происхождения слова Последовательный набор Согласных звуков В данном слове Спортивный кубок А как это звучит В европейских языках В английском языке Это кап Во французском Купе Стержнем слова Является набор звуков Куб Если не обращать Внимание на транскрипцию А что в русском языке Подходит под эту Комбинацию звуков Ну конечно же Купол Может быть Не было бы Переворота В семнадцатом году И спортивные кубки Именно так и называли бы А тогда догмы Не позволяли это делать Ну да ладно И так лед тронулся Для чего Был нужен Купол В принципе Но это уже Ранее рассматривалось Его задачей Была генерация Электрических колебаний Под воздействием Внешних Атмосферных И разновидностей Таких куполов Было очень много Получается Что наши Кубки И есть Мини купола Да Снова становится Понятным Почему такие Кубки Лепили везде Где только можно От окон До мебели Все думают Что это детали Эстетики А оказывается Это далеко не так Таких Фотографий Интерьера Богатых домов Девятнадцатого века Очень много Оказывается Наши Мини купола Имеют Много Функциональных Назначений Одно из которых Было рассмотрено Как источник Электрического Поля Сдается мне Что в рыцарских Турнирах Победителю Доставался Не просто Сосуд Для вина А самый Главный Купол С того Замка Который Принадлежал Побежденному Этот Купол Который Потом Стал Кубком Был Геральдическим Символом Побежденного Опять Все Встает На свои Места Ну А что Ж С кубками На перилах Наверное Здесь Уже Надо Углубиться В архитектуру Допустим Основные Купола Выделены Красным Второстепенные Более меньших Размеров Выделены Зеленым Если По пути Замкнутой Цепи Металлосвязи Здания Куда Входит И лестницы Внизу На перила Лестниц Установить Дополнительные Второстепенные Купола То Ток В замкнутом Контуре Металлосвязи Будет Согласован Он Будет Максимально Наводиться Куполами Рассредоточенными По всей Длине Цепи В реалии Там все может быть Сложнее Но данные Приборы Могут Позволить Например Присоединить К этой Цепи Металлосвязей Здания Электролампочки Как Например Здесь Конечно Конструкция Этих Лампочек Не совсем Обычная Это Не светодиодные И тем более Не лампочки Накаливания Сейчас Подобные Системы Спилены Везде А то Место Куда Втыкались Лампы Завесили Розетками В классическом Стиле Кстати Слово Розетка В электрическом Контексте Откуда Пошло Не отсюда Ли Опять Какая-то Игра Слов Получается А это Люкар На одного Из старинных Зданий И Ниша Над оконным Проемом Светилась Кто-нибудь Видел Что-нибудь Подобное Сейчас Ну и Еще Один Способ Применения Мини Куполов На правах Версии Хочу Привести Чтобы Снять Интригу Со столбами Собственно После этого Фото Переходим Ко второму Набалдашнику Накеманчи Который Находится Внизу Точнее На его Прообраз Фото Таких Столбов Смене Куполами От 19 Века Сохранилось Очень Много Это Есть Ничто Иное Как Разновидность Столба Без Проводов Основная Их задача Передавать На расстоянии Колебания Систем Атмосферного Электричества Такие Столбы Массово Применялись И в Российской Империи Итого В случае С Кеманчей Мы имеем То Что данный Инструмент Издавал Не только Акустические Колебания Это Можно Понять И по Рисунку На котором Дека Выполнена Из металла С непонятными Отверстиями А струны Были Помимо Прочего Ничем Иным Как Металлосвязью Между Двумя Мини Куполами Один Из которых Служил Для Выработки Электрических Колебаний А второй Для Передачи Их В модулированном Виде На расстояние В какое-то Внешнее Устройство Для Усиленного Воспроизведения Так Что Усилители И радиомикрофоны Скорее Всего Изобрели Не в 20 Веке А Гораздо Раньше Чтобы Их Найти Есть Над Чем Поработать Вот Такой Коротенький Рассказ Получился Сегодня Подписывайтесь На мой Канал У меня Еще Много Интересного В запасе Кстати А вы Можете Ответить На вопрос В чем Разница Между Предпринимательством И бизнесом Нет Ну Тогда Смотрите Одно Из моих Следующих Видео В цикле Альтернативная Экономика На Сегодня Я с вами Прощаюсь Но Только До Следующего Ролика До Свидания Друзья Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует